рада приветствовать вас на своем канале сегодня будет видео о пополнении рукодельных елочных игрушек надеюсь в конце видео вы увидите пополнение ну а пока у меня только новые наборы видео будет как обычно от обзора до готовых работ и вы видите что у меня целых шесть наборчиков это опять новый для меня производитель вы видите перед собой название торговой марки это у нас фирма колерова украинский вырубник мне прислали ссылку на эти елочные игрушки так как мою любовь к елочным рукодельным игрушкам я думаю все уже прекрасно знают и я зашла на сайт посмотрите что это за новинки такие необычные мне стало интересно какой же составу набором и на страничке была ссылка на видео как собирать шарик думаю ну пойду посмотрю как собирать хотя бы будет видно какой состав набора потому что описание это одно и совсем другое дело увидеть это вживую что вы думаете видео я рассмотрела составляющие набора посмотрела как собирать эту игрушку и увидела готовую это была любовь все-таки насколько важно чтобы сайт был правильно оформлен чтобы были красивые фотографии которые цепляют фотографии меня поначалу не зацепили но когда я увидела в видео готовую игрушку я поняла что там где такая красота обязательно нужно интересно попробовать так как такие вышивки я еще не вышивала но это и у фирмы новые разработки так что будет интересно и мне попробовать ну надеюсь вам посмотреть на такие вот необычные новиночки выбрала я себе 6 наборов наборы выходят нескольких размеров это у нас семерочка стоит на артикуле и здесь шарик пластиковый диаметром 7 сантиметров и есть такие вот поменьше здесь у нас диаметр 5 сантиметров и соответственно артикул с пятерочка идет заказала я три большие шарика и три маленькие во первых посмотреть чем они отличаются и думаю будет интересно смотреться такая небольшая серия выбрала в синее серо таких фиолетовых цветах мне кажется они красиво будут сочетаться на елочке красиво смотреться вместе ну и кроме того я недавно опять вернула себе инстаграм установила заново и надо как-то возвращаться эту среду то сколько они пол нет наверное месяцев 8 или 9 меня не было в инстаграм я удаляла себе это приложение и совершенно забыла что там я записывалась в сп в сп от лесси лысак подготовка к новому году и по условиям сп необходимо если елочные игрушки вышивать то их должно быть 6 вот как раз я и заказала себе шесть шариков чтобы с ними заодно поучаствовать и в лесеном сп в посылку помимо наборов мне еще положили каталоги для фирмы это хорошо для меня это опасно потому что я начала рассматривать показывать вам сильно не буду давайте так мельком покажу это что касается как раз пластиковых этих игрушечек здесь только 5 сантиметров написано нужно посмотреть какие еще есть модели много интересных я еще вот такую смотрела такую интересно есть более яркие цветные но я решила чтобы они как-то у меня больше сочетались поэтому выбрала именно вот в такой более-менее однотипной цветовой гамме есть с рисуночками вот свечка дедушка мороз ну то есть много интересных но всего не выщешь ну а сейчас давайте посмотрим с вами какие шарики я выбрала вот такой вот артикул 03 это маленький шарик 5 сантиметров диаметры в наборе бисер прициоз а канва пластиковая мулиной дмс иголка и нитка для бисера шарик пластиковый 5 сантиметров декор схема и инструкция это у нас артикул 02 у меня по моему даже по порядку как-то получилось да и вот этот вот 01 первые три дизайна взяла и вот такие уже из больших шариков 7 сантиметров 0 5 артикул состав точно такой же чем еще меня заинтересовало что здесь вышивка как вы поняли из состава набора идет комбинированная то есть и крестик и бисер здесь серо-синие цвета такие вот интересные это восьмой номер и такой вот шестой есть в наборах бэкстич не знаю правда во всех не во всех игрушечках то есть думаю будет интересно вышиваться различные техники и сочетание ниточек и бисера всегда очень выигрышно смотрится давайте посмотрим с вами состав одного из наборов крупных шариков и один наборчик откроем из маленьких не будем открывать все вместе я думаю состав там везде одинаковый я когда заказала все ждала когда приедет посылочка мне было интересно как это упаковано в пластиковый пакет или как это все выглядит как защитить именно шарик чтобы он не разбился мне понравилась именно вот такая вот упаковка наборчики маленьким то есть как по типу как брошки таких вот небольших коробочках давайте чтобы мы успели посмотреть обзор пока у детей начались уроки здесь такая же рекламка как я вам показывала маленьких игрушек так интересно больших будет рекламка больших и вот таким вот образом это все выглядит они такие маленькие эти шарики это конечно знала что 5 сантиметров это немного но они вообще такие миниатюрные еще проложены чтобы не появились шарики небольшие он легкий с учетом того что здесь будет внутри пластиковая канва и вышивка крестиком я думаю такие игрушечки будут легкие бантики видео по сборке и бантики предлагалось приклеить сюда вот сверху дополнительный декор и ниточка для подвешивания такая серебристая красивая пакетик со всеми составляющими сейчас мы к нему вернемся и схемка с инструкцией не буду сильно светит здесь у нас артикул набора дмс полукрест дмс в две ниточки бэкстич в одну и бисер так ну полукрест понятно в какую сторону вышивается то есть здесь показано из этого угла в этот а вот в какую сторону вышивать крестик по сборке так в какую сторону крест вышивать здесь не написано надо будет на сайте просматривать так я вот эту большую по моему просматривала и здесь верхний стежок креста наверно вам не будет фокусировать идет как полукрест то есть здесь немного не по непривычному мне я полукрест вышиваю как нижний стежок инструкция сначала необходимо вы значить центр на пластиковой конве это кстати очень важно так я люблю при вышивке что экономить пространство смещать рисунок но хорошо что я посмотрела перед этим видео инструкцию здесь надо вышивать именно с центром вышивка сначала идет крестиком полукрест бэкстич и после того как уже вышится все ниточками мулине пришивать бисер после того как две части заготовки будут вышиты вырезаем их по форме пластиковой игрушки чтобы не повредить вышитую нитку во время вырезания рекомендуем отступить одну клеточку но в инструкции видео инструкцию которую я смотрела там к пластиковой конве прикладывали шарики по шарику уже обводили и соответственно у нас идет небольшой запас поэтому и важно начинать из центра чтобы было место для обрисовки этого шарика если у вас остается свободное место после вырезания вы используете эти свободные клеточки для того чтобы сшить эти две части между собой то есть здесь идет вышивка с двух сторон шарик может на елочке крутиться и будет видно как одна так и вторая сторона сшитые части помещаем в середину пластиковой игрушки можно приклеить для лучшей фиксации клеем пистолетом или каким-нибудь другим удобным для вас способом пластиковую игрушку украшаем дополнительным декором вот как раз эти бантики интересно у меня здесь везде серебряные по моему везде должны быть серебряные бантики потому что здесь видите золотые и давайте посмотрим на этих игрушках здесь серебряные свете в некоторых есть золотые некоторых серебряные думаю у меня будут все одинаковые так и давайте посмотрим вами на составляющий такой небольшой пакетик так здесь много всего все подписано иголка и нитка для бисера булочка вколота такую бумажечку сейчас как это новый для меня производитель мне все интересно рассмотреть вот здесь даже так интересно ниточка отлично бобинки у меня заканчиваются пригодятся бобинка после вышивки какая прелесть вы посмотрите тут вышивки совсем немного для таких маленьких шариков как раз под размер шарика видите почему важно вышивать серединке супер такие малюсенькие так здесь у нас ага здесь вот еще есть иголочка для вышивки мулине ниточки на таком вот небольшом органайзере и нитки нитки разрезаны но надо перевесить видите они таким образом навешаны длинные ниточки верно все-таки метр и бисер ты какой интересный цвет жаль что с ним день не указано что это за цвет бисера я бы себе такого еще куда-нибудь прикупила вот и весь состав нашего набора мне больше всего понравились вот эти кусочки пластиковые канавы такие маленькие давайте сейчас еще посмотрим на состав шарика побольше рекламка везде одинаково а шарики здесь другие видите они такие вот плоские я видео видела что они объемные объемные не такие как вот маленькие более плоские ты уже конечно побольше только солиднее выглядят две заготовки опять же переложено все что не побилось не испортилось инструкция точно такая же димси в две ниточки бэкстич в одну бэкстич в одной на пив хрест в три нитки ничего себе в три нитки так вот здесь подожди часть здесь тоже в три нитки это я не досмотрела бисер двух цветов уже и также писано какой именно игрушки и здесь уже у нас пакетик побольше опять же декор так где у нас эти бантики даже побольше для большего шарика бантики тоже побольше идут большего размера тоже кажется вышивки не так много вот да видите здесь такой вот побольше запас если б я не видела видео я бы сдвинула рисунок и прям вот так вот по краю тут вышивала надо чтоб был небольшой запас еще и сшить это все так что буду здесь с центра вышивать здесь ниточки четырех цветов также петелькой навешаны все вроде одинаковой длины нету каких-то обрезков игла для вышивки игла здесь 24 также иголка и нитка для пришивания бисером уже не буду открывать там посмотрели и два цвета бисера красивый вот этот серый он кстати матовый какие интересные мне прям цвета бисера попадаются в этих игрушках интересно заглянуть что же там в других наборах ну это я сделаю за кадром и так что-то у меня сильно много записано для начала видео а еще ведь будут впечатления и после вышивки и после сборки так что давайте на этом пока завершим я пойду пока повышеваю и с вами встретимся через секунду покажу вам свои первые результаты покажу вам что у меня получается показываю не на своем привычном фоне специально чтобы было лучше видно а то на белом одеялке не было бы видно то что я вышила вышит у меня на всех игрушках полукрест в три сложения начала вышивать первую потом думаю не буду менять нитку посмотрела что в большинстве игрушек нитка точно такая же и полукрест везде вышивается в три сложения чтобы лучше заполнить пространство ну и решила что буду вышивать и дальше немного конечно через пластик светят мои протяжки когда в дальнейшем вы ищутся все крестики бисер тогда их видно все равно не будет так даже непонятно той стороной показываю или обратной перевернула или правильная сторона интересные узоры интересные орнаменты вы видите все игрушки разные но не во всех игрушках как оказывается был белый цвет в одной игрушке был светло-серый такой вот видно различия между белым что здесь серый и только сейчас я заметила что еще в одной игрушке был белоснежный то есть если во всех такой это наверно бланк а это white один более белоснежный но я все игрушки вышивала белым только там где светло-серый вышивала светло-серой ниточкой причем сейчас вот они лежат я например не вижу вот это наверное светло-серая а не белая хотя так не особо то и видно различия интересно конечно на каждой игрушке увидите различное количество вышивки полукрестом на более маленьких те которые на 5 сантиметров здесь зашивки побольше но относительно всего их размера в больших игрушках вот в этих двух совсем немного вышивки именно полукрестом стоит здесь будет много бисера причем интересно что не во всех игрушках бисер десятка есть игрушки с двенадцатым три игрушки у меня будет с мелким бисером и все остальные с более крупным вы видите белый цвет еще остался то есть я взяла нитку белую с двух игрушек с одной маленькой с одной большой и вышила получается пять игрушек там где надо было белым цветом вышивать и у меня остались еще белые цвета такой вот белый на двух игрушках и еще белоснежный на одной игрушке но мне надо будет еще обшивать игрушки белым цветом поэтому он мне еще пригодится но тем не менее запас мне кажется неплохой хорошо что органайзеры подписаны где какой у нас дизайн так как видите достала сразу мне интересно было сравнить ниточки других цветов как оказалось вроде бы это у меня серия вроде одинаковые цветовые решения я пыталась как-то подбирать чтобы они выглядели и серийно но тем не менее большинство цветов не совпадает всех остальных игрушках только синий цвет в трех игрушках будет одинаковый а все остальное все разное бисер разный вот эти вот другие дополнительные цвета разные в общем интересно все равно мне кажется они будут подходить под одну серию несмотря на то что другие цвета немного отличаются еще такой момент на который хотела обратить внимание но здесь придется показывать схемку допустят меня производители по другому не расскажешь не покажешь dmc в две нитки здесь нигде не указано что это именно крест ну я поняла если вдруг вы впервые сталкиваетесь с такой работой вообще мне кажется такие работы они легкие и подойдут вполне для начинающей вышивальщицы единственно может вот это немного сбить что dmc в две нити что это это крест dmc в две нити бакстич везде вышивается в одну ниточку крестики в две нити а полукрест в три нити почему хочу показать вам именно эту схему потому что на этой игрушке я допустила больше всего ошибок и на одной и на второй половинки на первой я уже поняла что я ошиблась ну а вторую решила вышивать уже точно так же какой здесь есть нюанс полукрест видите у нас вроде как закрывается нитью бэкстича но когда я начала рассматривать это все более детально на сайте как оказалось там где стежок бэкстича ложится в ту же сторону где и полукрест там полукрест вышивать не нужно это и на маленьких игрушках поняла еще потому что в обозначениях полукреста квадратик такой слегка сероватый а здесь где бэкстич квадратик более светлый этот момент я как-то поначалу не сразу раскусила не сразу поняла и как начала вышивать тут где надо было вышивать полукрест перешла на эту сторону и так по аналогии уже начала вышивать не отвлекаясь в итоге получилось что эта игрушка видите у меня здесь и здесь везде полукрест зашит кажется что игрушка у нас симметрично подели на четыре части и вот этого четвертинка она повторяется но нет она не повторяется за счет того что кое-где бэкстич будет перекрывать полукрест и его полукрест я имею ввиду просто убрали но хотя мне кажется даже если ошибиться так же как ошиблась я и вышить этот полукрест сильно это не повлияет просто бэкстич будет лежать не на пустом пространстве а на этом полукрестики перекрывая его хотя здесь полукрест в три сложения бэкстич в один не очень-то сильно он будет его перекрывать кроме того как вы видели запас ниточек хорошие то есть даже если допустить вот такие ошибки как допустила я все равно не так по идее должно хватить проб полукрест я говорила что он вышивается в непривычную для меня направлении я вышиваю его всегда из правого верхнего в левый нижний чтобы было легче ориентироваться и мозг сильно не напрягался я просто перевернула вот таким вот образом схемку и в итоге у меня получился полукрест в привычном для меня направлении и все игрушки я вышивала перми перевернув схему вот таким вот образом есть на схемках кое-какие ошибки вот я себе отметила например здесь не отмечено что это полукрест просто пустые клеточки то есть понятно если вы видите пустую клеточку где нет ни бэкстича не полукреста сразу становится ясным что просто забыли указать значки эти ошибки очень быстро читаются быстро находятся я вышивать такие вот орнаменты повторяющиеся рисунки люблю вышивала их раскручивая по спирали первый слой вышивать потом следующий слой и вот так вот по кругу вышивала то есть в основном где-то два или три витка получается на каждой игрушке я брала целую длинную нить разделяла на три ниточки и вот этой длинной метровой ниткой вышивала иглой которая была вложена в набор 24 соответственно в игле у меня было заправлено три ниточки и проходя через отверстие у нас проходит 24 игла с шестью получается ниточками и если я использую 24 иглы вышивая полукрест в три в четыре сложения нити чтобы более толстая игла расширила нам дырочку и тогда нить не так махрилась проходя через канву в данном же случае у нас канва пластиковая и игла уже дырочку нам не расширяет приходилось с усилием ее протягивать и под конец вышивки я заметила что у меня уже начала болеть рука начал болеть сустав и палец протягивая эту иглу 26 я пробовала вышивать я 26 иголочкой закрепляла нить в конце вышивки под уже вышитые стежки и иногда если в ней ниточка еще оставалась ей же и продолжала вышивать конечно в двадцать шестую три нити не так удобно уже протягивать но попроще немного идет вышивка крестики я уже буду вышивать 26 не буду опять руку напрягать наверное сделаю перерыв в данные вышивки на пару дней чтобы рука немного пришла в норму перестала болеть повышевая на чем-то более мягком вам бы посоветовала не допускать той ошибки которую сделала я лучше вышивать постепенно чередуя вышивку полукрестом и вышивку крестом на пластике я всегда вышиваю 26 иглами на этот раз решила не менять и поначалу рука не болела поэтому я сильно на этот счет не обратила внимание ну вот под конец последних игрушек уже поняла что допустила ошибку первую свою вышивку на пластиковой конве я вышивала набор от dimensions и там в наборе была именно 26 игла жар птицу я вышивала на пластике только наборы в которых не было еще вложено игл мне интересно жар птица вкладывает какие иголочки 26 или 24 если вы вышивали уже новые наборы поделитесь просто интересно сравнить какие иглы вкладывают другие производители вышивку для пластика я вспоминала наборы dimensions старенькие которые вышиваются на пластике в три сложения нити я не представляю как там вышивать здесь то у нас хотя бы полукрест и только в дырочку может входить два раза нить в три сложения а если вышивать еще и крест в три сложения не знаю мне кажется там даже 26 не поможет ладно что-то я сильно отвлеклась поделилась с вами впечатлениями то как получается мне нравится не знаю сколько времени у меня пройдет может пару дней пока я постепенно вышью крестики и бэкстич на работах ну а для вас пройдет всего секунда я вам покажу что у меня будет получаться дальше хочу вам показать очередной этап моей вышивки с трудом дождалась утра чтобы снять это видео и продолжить работу настолько интересно и красиво получается давайте буду вам показывать немного поближе вышиты у меня на каждой половинке крестики полукрестики и на одной из половинок я сделала бэкстич а на второй не делала чтобы можно было посмотреть разницу на некоторых работах бэкстича очень мало и когда я сейчас раскладывала кажется что его даже там нету и надо присматриваться где именно выполнен бэкстич но вот сейчас я думаю вы видите на какой игрушечки есть пак стич на какой нет и вот те места где бэкстич выполнялся на клеточке без полукреста он мне кажется очень слабо заметен опять же пока вышивала рассматривала фотографии на сайтах где что как сделано и увидела что есть игрушки где все таки эти полукресты выполнялись даже под бэкстича а есть игрушки где не выполнялись то есть видимо первоотшивательница делала везде по разному например на этой игрушке хорошо видно смотрите одна половинка у нас идет бэкстич по вышитым полукрестам вторая нет и так вот на каждой стороне один на вышитых полукрестах второй нет пока вышивала бэкстич подумала что на пожалуй забудьте о том что говорила раньше там где бэкстич идет в том же направлении то полукресты не делают мне кажется красивее все таки когда бэкстич идет поверх полукреста смотрите полукрест и поверх его идет бэкстич то есть все равно вот это вот подложка из полукреста она видна и мне кажется что так получается красивее смотрите какая разница на этой игрушке особо видна разница между работой без бэкстича и работа из бэкстича здесь у меня еще не выполнены вот эти одиночные крестики которые будут по игрушке их я буду выполнять уже когда буду делать бэкстич чтобы не делать перетяжки так как все-таки черная ниточка два сложения будет сильно видны эти перетяжки я выполняла на этой работе когда делала бэкстич просто проходила по два раза каждый стежок и получался крестик в два сложения и здесь у нас бэкстич двух цветов второй заметен очень слабо вот такой светло-серенький цвет мне кажется эта игрушка очень нарядно просто получилось бэкстича вообще такая разница ошеломляющая на этой игрушке бэкстича это же когда раскладывала присматривалась точно ли он здесь есть я думаю вы видите сейчас разницу где он есть где он нет и там здесь мне кажется все-таки если бы был белый полукрест еще под бэкстич чем под сереньким он бы более ярко выглядел лучше выделялся так что вот так кардинально поменялось мое мнение этих больших шариках в отличие от более маленьких надо вышивать намного больше бисером то есть вы видите заполнение не сильно здесь конечно бисера не так много будет а вот этот вот большой шарик и тот который я вам покажу сейчас здесь конечно очень много будет бисера и не показывала вам еще вот этот вот маленький шарик также смотрите какое идет преображение совсем немного крестиков но довольно таки заметный хороший бэкстич причем знаете интересное пока вышивала заметила там где вышивается ниточка у нас квадратик закрашенный и есть значок в этом квадратики там же где у нас бисер эти квадратики просто закрашены цветом что очень хорошо видно где у нас бисер а где крестики и игрушка как раз вот это что я вам показываю ключик вы видите здесь у нас нету бэкстича поэтому вышив обе половинки крестиком я решила что буду продолжать выживать дальше и только посмотрите на эту красоту сказать что я в восторге это ничего не сказать насколько преобразилась работа когда на ней пришился бисер какая она красочная какая она нарядная полный восторг объем благодаря полукресту кресту благодаря бисеру создается такой невероятно красивый эффект прекрасно подобраны цвета бисера в пакетике этот цвет серый на работе сейчас вам показывает что он серый но пока я вышивала он даже не столько серым выглядел а таким светло светлым чем очень такой деликатный цвет почти как серебристый красота вот это тот результат который мне просто не терпелась вам показать как это красиво выглядит нюансы по поводу крестиков крестики я вышивала верхний стежок в том же направлении в котором и полу крест это для меня не привычно для меня привычные когда верхний стежок креста идет в обратном направлении видео инструкции говорится о том что нас пол открыст выполняется как верхний стежок креста но думаю что эта информация была бы полезна также и в ключе я делала столько ошибок я не ожидала что у меня будет здесь столько ошибок я вышиваю никуда не креплю смотрю сейчас девочки кто-то крепит на пяльце кто-то в какие-то держатели крепит пластиковую канву чтобы вышивать двумя руками я не креплю поэтому чуть-чуть повернула так чуть-чуть повернула так и все и направление крестика меняется и приходилось распарывать да я допускала здесь ошибки не ожидала что эти работы будут вышиваться настолько я бы не сказала что сложно просто относиться к ним надо серьезно также к нормальным работам не надо относиться к ним как будто это что-то такое легкое простое ой там левой пяткой вышью не буду даже особо на них заострять внимание нет относитесь более серьезно по поводу направления бисера пробовала различные варианты сначала мне показалось что надо чтобы бисер лежал в том же направлении что и полукрест то есть саму ниточку я пришивала наоборот чтобы бисеринка лежала вот таким вот образом мне не понравилось как получается как-то бисер чересчур сливается с полукрестом и полукрест под ним теряется в общем не очень красиво поэтому я начала вышивать по-другому распорола поменяла направление у меня ниточка которая пришивает бисеринку она идет в том же направлении что и полукрест но так как бисеринки у нас не совсем квадратные они такие прямоугольные получается что они лежат вроде как в другую сторону благодаря чему хорошо видны и полукресты и бисер вот такая вот прелесть уже не терпится быстрее вышивать дальше представляете какая красота будет на вот этой игрушки здесь ведь так много бисера будет и вот здесь тоже здесь много бисера здесь уже бисера не так по многу на вот этих вот трех работах но вот эти две мне кажется вообще будут невероятное преображение может даже тоже так в еще одну половинку и покажу вам как будет получаться покажу вот эту вот разницу все я отправляюсь вышивать пока у детей будут уроки может что-то успею вечером буду доделывать и тогда покажу вам свои очередные продвижения еще немного о преображении работ начнем с маленьких вы только посмотрите какие они красивые на маленьких работах бисера совсем немного ну потому что здесь вышивки совсем немного здесь у нас бисер мелкий разные везде цвета бисер пришиваю ниточкой в одно сложение хоть это и елочные игрушки а я люблю в елочных игрушках пришивать нитью два сложения но поскольку эти игрушечки в дальнейшем будут в шарике находиться то есть бисер никто трогать не будет поэтому решила что не стоит заморачиваться по поводу двойного сложения нити эти мелкий голубой такой совсем малюсенький практически незаметный создает совсем небольшой такой акцент придавая арбузе дополнительной нежности то еще сказать чудо чудо невероятное не буду надолго затягивать и так видео получится сильно большим давайте сейчас покажу еще большие шарики и так работа с бэкстичем и вуаля здесь конечно бисера уже не так много поэтому преображение не сильно заметно по сравнению с большим шариком который показывала перед этим здесь бисера было значительно больше поэтому совсем так блестела здесь у нас передний план выходит больше даже полу крест здесь так довольно много бэкстича по сравнению со всеми остальными игрушками он отлично просто подчеркивает рисунок здесь серый бисер матовый по моему на этот обзор мы смотрели наборчик сейчас хорошо видно что серый такой матовый посмотрите как это объемно посмотрите как это красиво мне так нравится столько конечно полное а когда это будет сшито еще шарики дополнительно ведь у нас шарик будет я надеюсь будет создавать эффект линзы супер так мне нравится и вариант когда много бисера и вариант когда бисера не так много каждая игрушка по-своему интересно и давайте покажу третью игрушечку посмотрите насколько поменялась эта игрушка да здесь довольно много пришивается бисера причем это одна из больших игрушек из тех которых есть у меня в которой есть мелкий бисер петит и здесь вот этот мелкий бисер и часто не проходила иголочка сквозь него пришлось мне иглу заменить других игрушечках в маленьких шариках тоже такое бывало но там буквально по пару бисеринок а здесь вот в этом синим почему-то очень часто попадались бисерины в которые не проходила игла я часто вынимаю ниточку из иглы и беру бисеринку в руку и просто продеваю сквозь дырочку чтобы не выбрасывать такие бисерины но это занимает много времени и если в мелких игрушечках я это делала так как не так часто был такой момент то в этом бисере частенько это было просто заменила иглу мне очень понравилась бисерная нить которая наборах лежит она не расслаивается не крутится она не похожа на титан мне кажется она даже лучше но я сейчас отправляюсь дошивать вторые половинки собирать это все и через секунду покажу что у меня будет получаться дальше посмотрите какие медальончики у меня получились какие они интересные особенно вот эти такие маленькие миниатюрные боже такая прелесть почему-то голову приходит именно слово медальон в инструкции сейчас где-то тут у меня инструкция рядышком после того как обе заготовки будут вышиты вырезаем по форме пластиковой игрушки и сшиваем две части между собой не написано ниточками сколько сложений какой ниточкой в видео инструкции там указывается что сшивается основным цветом то есть тот который используется на фон которого больше всего везде это белая нитка и по моему здесь вот у меня серенькая ниточка на фоне шла светло-серая я сшивала уже этой же светло-серой ниточкой на видео насколько мне удалось разглядеть там по моему сшивали ниткой в три сложения я сшивала ниточкой два во первых чтобы опять не разболелась рука во вторых так как они будут вкладываться в пластиковую игрушку все равно их никто дергать не будет они не распадутся поэтому не вижу смысла тратить еще одну дополнительную ниточку в принципе и так все отлично держится как вырезала на пластиковую канву отцентровала приложила эту вот игрушку обвела причем обвела по так не по этой заготовки у нас получается то заготовка которая идет вовнутрь здесь диаметр поменьше поэтому обводила по вот этому диаметру но все равно когда обвела вырезала дополнительно еще немного срезала и вторую часть чтобы уже не обводить опять не делать всю ту же процедуру я просто соединила уже вырезанный кружочек соединила с пластиковой конвой второй заготовки сейчас вы на фото сможете посмотреть как это было приколола немного иголочками чтобы она не двигалась не съезжала и вырезала по одному вырезанному шаблону маленького шарика вырезала но не все остальные сейчас расскажу есть один нюанс вырезала маленькие и точно также по большому шаблону когда уже был полностью подрезан шарик одна заготовка я ее подрезала вкладывала сюда вижу где немного еще подрезать а еще немного подрезала когда она уже хорошенечко сюда входила поэтому шаблону вырезала все остальные нюансы о котором я хотела сказать вот это вот заготовка когда я начала их вырезать вернее состыковывать я поняла что у меня что-то не стыкуется все дело в том вы видите сейчас насколько здесь где у меня находятся полукрестики и как они находятся на этой игрушке и вот эта игрушечка она немного такая косая кривая я сначала не поняла как так могло произойти все дело в том что если других игрушках у нас 7 клеточек то на этой почему-то 8 и из-за этого это как раз первая игрушка быстрее всего ее 1 разрабатывали возможно такой нюанс не заметили может в дальнейшем и переделали я это не знаю может мне просто попалась такая инструкция бракована в общем получилось так что эта игрушка больше здесь уже обрезала по вышитым стежкам старалась так чтобы не повредить ничего не срезать опять же сейчас будет фото посмотрите сколько близко это все было вырезано также шила по верху здесь уже получается что перекрываются стежки вот таким прошиванием моим ничего надеюсь она влезет давайте сейчас с вами это и попробуем потому что уже дальше просто некуда было сильнее ее обрезать вот видите немного она нет влезла боялась что кривого там влезла потому что я взяла шарик побольше тут который вставляется в остальных там все нормально там есть зазор с этой первой игрушечкой получится у меня как-нибудь собрать так и как конечно влазит веки она криво ложится давайте попробуем лучше какой-то вот это прям видите хорошо входит даже сильно много и обрезала видео инструкции говорится чтобы игрушечка держалась чтобы она у вас не ерзалась там внутри ее необходимо проклеить проклеить клеем пистолет у меня клей пистолет есть но не знаю насколько есть у всех рукодельниц такое средство или нету я попробую наверное сейчас одну игрушку вклеить клеммами от кристаллом как-то чаще у нас запасах встречается и расскажу вам чем вот таким вот образом это все будет вкладываться в шарик завязывается шнурочек и приклеиваются здесь еще бантики опять же мою что кристалл по крайней мере бантики так точно приклеит перед тем как помещать надо будет немного бисер разровнять особенно там где его много потому что пока сшивала держалась из-за бисер и из-за крестики и кое-где он покривился уже не так красиво лежит какие-то бисеринки слиплись друг с другом вот эти вот большие вообще шикарные здесь за счет того что большой размер и больше крестиков больше стежков больше различного бисера и они выглядят очень нарядно и очень так дорого-богато красивая игрушка это вот наверное моя любимая хотя здесь вот мне нравится как бы кстич красиво все подчеркивает бисер матовый серый нет наверное сложно все таки выбрать любимую игрушку потому что они все очень красивые видите немного двигаешь так либо так меняется восприятие игрушки сейчас надо подумать как именно их вклеивать как мне больше нравится я думала вот это будет сшиваться сложнее потому что здесь по краю пришит бисер будет мешать в процессе сшивания не мешал не цеплялась за бисер ниточка в конце когда нитка заканчивалась я просто подводила ее под вышитые стежки и вытягивала в бок когда сшивала уже полностью сшила просто так же сюда вовнутрь вывела иглу и чуть-чуть на бок ниточку срезала еще вот это покажу миниатюрочку очаровательная и давайте попробуем с вами еще какой-нибудь из этих игрушек сейчас просто пробуем вставлять не буду буду потом уже бисер сравнивать хорошенько выровняю что было аккуратно и красиво смотрите быстро собирается все равно наверно лучше проклеить видите пока вставляла она начинает крутиться вечереет свет в комнате включен дает блики сюда давайте немного расскажу по остаткам так ниточки все остались я их уже перевесила немного синим палитру на один органайзер серую на другую в общем все ниточки остались в хорошем количестве с хорошим запасом все дано это приятно бисер также весь остался я не буду вам по отдельности показывать я его не стала даже в наборы вкладывать сейчас это все разложу по своим запасам поскольку бисер я пришивала ниточкой в одно сложение то у меня осталось целых три нетронутых упаковки я их даже не доставала две ниточки закончилась полностью и из третьей я срезала ники взяла одну бобинку и вышивала подряд все игрушки насколько ее хватало потом брала следующую но в принципе мне кажется здесь два сложения вышивать даже не стоит так у меня совсем уже начались такие тени сильные буду пока прекращать съемки этого эпизода встретимся с вами уже завтра когда будет хорошее освещение я вам покажу готовые игрушки так хотелось поделиться с вами этой красотой при хорошем освещении но как назло у нас сегодня везде не идет дождь в квартире вообще темень но на балконе сильно наверно будет слышно как стукает дождь по крыше надеюсь это вас не будет отвлекать забрала я уже свои шарики посмотрите какая красота у меня в итоге получилось опять же отражается стекло все равно я думаю вам видно интересный эффект как в линзе вот этот вот очень хорошо мне кажется получилось разместить вклеивала я клеем момент кристаллы вот эту часть медальончик свою поверху немного примазывала и вставляла в шарик ну а потом как в инструкции закрывала завязывала веревочку и также клеем момент кристалл приклеивала бантики дополнительно биндерами сейчас вам покажу еще большие вот видите биндерами прихвачивала чтобы они на время прижались получше вот красота этот шарик так уже красиво не получилось это та заготовка которая больше в принципе вот этой стороной которая так получилось выперлась в эту сторону она выглядит красиво не так красиво уже с этой стороны потому что она вогнутая но в целом мне кажется неплохо мы такой вот шарик и я сразу не обратила на это внимание уже когда начала собирать оказалось что у меня в одном шарике здесь видите и бантик другой и подвес другой достала вот эту рекламку по 5 сантиметров здесь видите есть шарики где тоже беленькие бантики здесь вот видно что здесь белый серебряные золотой и здесь также вот есть где-то белые наверное в зависимости от модели я думаю как-то так рассчитывали в какой именно шарик какой бантик положить ничего думаю что и так будет неплохо смотреться все равно она выглядит так как одинаковые формочки она выглядит похоже и будет сочетаться сложно немного показать сам шарик это пластиковая заготовка сильно бликует видно как раз тут эффект как я говорила линзы которая немного увеличивает вот здесь вот так прям хорошо видно как идет фокус по всей игрушке расходится и большие шарики по сравнению с этими значительно больше казалось бы всего два сантиметра таки мне даже больше понравились за счет того что они не сильно круглые такие вот плоские проклеивала только сверху проклеивать по всей ширине я бы не советовала потому что кое-где но сейчас это хорошо места по прикрывались бантиками так как момент кристалл он более жидкий то растекался по заготовке и было видно этот клей поэтому сверху немного прихватила чтобы не шевелилась вышитая часть внутри пластика и вот такое вот чудо какая красота теперь у меня есть такие интересные они следующая игрушка еще не завязала ленточку видите как красиво выглядит на елочке мне кажется будет вообще потрясающе смотреться захотела чтобы у меня рисунок шарики был именно вот таким вот образом то есть здесь x а не крест нужно было вот таким рисунок поместить мне захотелось именно так но тогда видите полукресты у меня горизонтально все идут а на обратной стороне они получились вертикально красиво все это выглядит еще как бисер будет сверкать от огоньков на елочке и вот эти дополнения бантики отлично вписываются и последний шарик как прелесть опять же можно было разместить по разному рисунок можно было вот так вот но мне захотелось именно вот таким вот образом нравится мне и этот шарики даже не знаю какой мне больше всего нравится они все такие интересные каждый по-своему красив и я очень довольна что у меня получилось целая новая серия игрушек хотя и показать ее значительно сложнее за счет того что все так блестит и отсвечивает у меня за окном дождик расходится все сильнее и сильнее слышен этот бомбкат поэтому не буду надолго затягивать видео надеюсь вам понравились игрушки было интересно посмотреть мне было интересно повышевать по собирать эти игрушки собрались кстати очень быстро я долго их откладывала думаю сначала смонтирую первую часть видео то что записала до этого потом уже буду собирать все никак не решалась взяться за сборку мне казалось это будет так сложно надели это совершенно не сложно единственно только вот тут шарик который больше сам медальончик пришлось подолгу возиться чтобы когда его запихнуть несмотря на те какие-то мелкие недочеты которые были в наборах где-то немного инструкция неполная где-то какие-то ошибки в схеме значки не дописаны не доделаны несмотря на вот эти мелкие недочеты результат получается потрясающий мне очень понравилось хотелось бы чтобы развивалась фирма в данном направлении ведь есть не только такие шарики насколько я знаю есть пластиковые заготовки например сердечек и можно было бы дню святого валентина какие-то дизайны придумать в сердечках сложнее конечно будет вышиваться вернее не вышиваться а вырезаться и собираться сердечко на пластике но мне кажется здесь полет фантазии просто безграничен не знаю есть ли еще какие-то формочки если есть например форма яйца можно было бы к пасхе сделать какие-то дизайны и сейчас модно оформлять различные сезонные деревья то есть если мои игрушки мне кажется именно новогодние я выбирала такие похожие и по цветам и по дизайнам они похожи на снежинки но ведь можно не только таких цветовых сочетаниях можно и осенние сюжеты придумать и весенние и летние чтобы оформлять именно вот эти деревца сезонные ну или не только на деревья и так украшать квартиру в другие сезоны в общем очень интересная задумка хорошая комплектация наборов и если производитель будет дальше развиваться в этом направлении мне кажется можно придумать очень много чего интересного я бы наверное хотела еще к хэллоуину какие-то сюжеты да здесь небольшая площадь но вот эти вот даже мне больше понравились здесь во-первых и дизайн можно какой-то покрупнее разместить какую-то картиночку побольше и собираются они легче все таки с меньшими формами немного сложнее работать несмотря на то что они кажутся маленькие но с крупными полегче интересные есть дизайн мне понравился еще с олененком с сантой есть интересные конечно еще дизайны есть из чего выбрать я надеюсь компания не становится на этом будет развиваться в данном направлении елочные игрушки любят многие но у меня на этом пожалуй все надеюсь вам было интересно посмотреть не только на обзор набора но и на готовые результаты все кто досмотрел видео до конца благодарю за внимание я с вами не прощаюсь до новых встреч и 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